Платежная система «Виза» разрешит снимать наличные на кассах. Международная платежная система «Виза» направила российским банкам предписание, где призвала обеспечить их поддержку для сервиса по снятию наличных на кассах магазинов с ее карт. Система будет тестироваться в ближайшие месяцы, но полноценно заработает, скорее всего, не раньше конца года. Пока речь идет о том, что комиссии для клиентов за снятие наличных на кассах не будет. Новая система позволит держателям карт «Виза» снимать наличные через «ПОЗ» терминалы на кассах в магазинах, если покупка оплачивается картой. По словам замдиректора Департамента электронного бизнеса «Промсвизбанка» Никиты Хомутова, за один раз можно будет снять около 5000 рублей, причем для клиента это будет бесплатно. По информации источника ERG на банковском рынке, ограничение может составить и эквивалент 100 долларов, около 6600 рублей по текущему курсу. Технические банки будут готовы работать с новым сервисом. «Виза» К лету торговым же сетям понадобится для подготовки 6-8 месяцев. Чтобы выдавать клиентам из кассы снятые деньги, им нужно стать банковскими платежными агентами. Для этого требуется время, рассказывает собеседник. Минус. В системе быстрых платежей появится оплата покупок по «Киева». Коду таким образом, по оптимистичному прогнозу, первый магазин может подключиться к проекту к концу года, причем сейчас им уже интересуется несколько ретейлеров, среди которых один крупная федеральная и одна региональная продовольственная сеть, говорит источник ERG. Несколько банков сначала примут участие в пилотном тестировании системы. По словам Хамутова, оно начнется во втором квартале. Оценить точное количество его участников пока невозможно. По информации ERG, помимо промсвизбанка в нем примет участие также банк «Русский стандарт». Там это комментировать не стали. В Райфайзенбанке подтвердили получение предписания «Виза». Но сейчас пока только изучают возможность участия в пилоте. В ВТБ заявили, что участвовать в пилотном проекте не планируют, поскольку со стороны федеральных торговых сетей на данный момент нет однозначной оценки этого проекта. Внедрение такого проекта требует существенных инвестиций и ресурсов, а также доработки программного обеспечения со стороны банков, подчеркнул представитель ВТБ. В Сбербанке отказались от комментариев. В сентябре 2018 года похожий проект запустила «Мастеркард». Однако он пока реализован только в одном московском продовольственном магазине В. Виза подтверждают работу над проектом, но подробностей там пока не раскрывают. Как сообщил представитель платежной системы, Виза учитывает особенности обработки внутринациональных операций на территории РФ и регуляторные аспекты, связанные с запуском сервиса. «Мы тесно сотрудничаем с банками-партнерами в России касательно вариантов технологической реализации и внедрения данного сервиса», — подчеркнул он. В сентябре 2018 года похожий проект запустила «Мастеркард». Предельная сумма снятия наличных на кассе 5000 рублей. Однако он пока реализован только в одном московском продовольственном магазине крупной торговой сети. Минус. В России запустили систему быстрых платежей таким образом, проект Виза. «Понятный шаг в конкурентной борьбе», — говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «Причем для платежной системы с точки зрения получения прибыли не так важно, какая именно операция, безналичная оплата или снятие наличных, была проведена по карте. Свою комиссию она получит в любом случае», — отмечает он. По словам Самиева, для банков выгоды уже не столь очевидны, но подобный механизм снятия наличных позволит банкам оптимизировать расходы на развитие и содержание банкоматных сетей. «Мы не смотрим на этот проект с точки зрения финансовой выгоды. Для нас больше важна лояльность к эквайрингу банка со стороны торгово-сервисного предприятия», — говорит Хамутов из «Промсвизбанка». По его мнению, функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а, следовательно, экономить деньги. Экономика финансы банки.